Лето близится к концу, а это значит скоро открытие филармонического сезона. Каким будет этот сезон, какие сюрпризы и встречи нас ждут, нам сегодня расскажет руководитель Ульяновской филармонии и Ленинского мемориала Лидия Геннадьевна Ларина. Лидия Геннадьевна, здравствуйте! Здравствуйте! В этом году сезон, например, в театре начинается у нас 20 августа, а вот сезон филармонический, он начнется в августе или в сентябре все-таки? Вы знаете, этот год для нас настолько очень интересен и разнообразен и по творческим событиям, и вы знаете, я не могу сказать, что он бесконечно долгий, этот сезон, Но так получилось в связи с тем, что мы по-новому посмотрели на свою работу и спланировали ее в летнее время, поэтому могу открыто сказать, что филармония закрыла свой основной концертный сезон на большой сцене и открыла летний сезон. Поэтому, если мы с вами будем говорить, мы закрываем летний сезон в начале сентября, и в начале сентября 17-го числа мы открываем новый концертный сезон с участием Большого симфонического оркестра. Дирижер Олег Зверев, художественный руководитель, главный дирижер, и с приглашением нашей уважаемой гости, с которой мы уже давно очень дружим, Василиса Биржанская. Она является солисткой молодежной труппы Большого театра, Большого театра России. Ну, это что-то интересное уже. Да, у нас очень интересная программа, это задумка дирижера. Почему? Потому что, прежде всего, конечно же, мы хотели бы сказать, что мы открываем 73-й концертный сезон. Это действительно так, цифра ложится очень красиво. 73-й регион, 73-й концертный сезон, о чем мы будем постоянно напоминать и нашим уважаемым слушателям, зрителям, и те, кто любит действительно филармонию, филармоническую деятельность. Почему? Потому что сейчас мы действительно находимся в стадии реорганизации, когда филармония как обособленное структурное подразделение становится частью Ленинского мемориала, но свое имя, свое направление деятельности, оно оставляет. И что, какие сюрпризы нас ждут в новом сезоне? Вы знаете, наш концертный сезон складывается по определенному сценарию. Мы говорим о том, что люди очень любят классическую музыку, поэтому для любителей классики это, конечно же, разнообразные абонементы, связанные с русской классикой, зарубежной музыкой. Достаточно очень интересные абонементы классического симфонического оркестра, связанные с разными странами, соответственно, это и разная стилистика композиторов. Мы знаем очень много, что в нашем регионе любят народную и духовую музыку. Поэтому, конечно же, все, что на сегодняшний день собирается, а это именно обмен нот по всей России происходит сейчас, делается что-то новое, какие-то аранжировки, обработки, вот это будет звучать с народным и с духовым оркестром. Если мы будем говорить об органной музыке, то тоже это такая особая, очень важная тема для нас. Я думаю, что в любом случае вы спросите меня об этом. Ведутся переговоры, как обычно, ведутся переговоры, и на сегодняшний день мы не продаем абонемент органной музыки, но выставили концерты с января месяца. Я могу сказать, что сейчас с Ленинградом, с Санкт-Петербургом, с филармонией и, прежде всего, с консерваторией мы ведем переговоры о том, что хотели бы приобрести небольшой концертный орган и установить его в Ленинском мемориале. Для того, чтобы любители органной музыки, вот те, кто вокруг Ульяновского дома музыки собирался, вот это огромное количество времени, не потеряли вот эту вот, так сказать, и нашу линию, и клуб друзей органной музыки, и те исполнители, которые уже за год, за два года вели с нами переговоры, имели возможность приехать сюда, и мы будем встречать именно иностранных и наших российских органных исполнителей, выдающихся исполнителей. А орган, его где установят? Он вот небольшого размера, так понимаю, да? Да, это небольшой орган. Я думаю, что где он будет находиться, здание Ленинского мемориала достаточно огромное в своих масштабах, и поэтому, конечно же, этот инструмент требует высокого, 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 ну так назовём это, потолок, который находится достаточно высоко, чтобы пространство звука имело возможность, полёт звука был достаточно долгим. Поэтому я думаю, что это будет такое достаточно большое, огромное помещение. Назовем это загадкой, да. Это не органный зал, вот, это лишь, назовём это так, камерный зал, где будет звучать и органная музыка. Звёзды какие к нам приедут? Вы знаете, в мире музыки, в мире музыки действительно очень много талантливых людей. И сегодня, когда ты приглашаешь молодых исполнителей, а завтра эти молодые талантливые исполнители становятся большими звёздами. Поэтому я так думаю, что те исполнители, которые сегодня не так известны на слух нашему слушателю, они действительно обладают яркими возможностями, именно своей исполнительской стилистикой, свой почерк, язык. Поэтому, если говорить в плане того, что у нас уже целый год существует абонемент Стэнвэй, мы говорим о том, что приезжают исполнители из разных стран. Потому что мы провели переговоры с Нидерландами, с Бельгией, с Израилем, это все Министерства искусства и культуры этих стран, и у нас приезжают исполнители. Если говорить о советской школе, российской школе, то, конечно, приезд Дениса Мацуева, с которым мы тоже провели переговоры, и надеемся, что он откроет наш музыкальный фестиваль, который тоже в 73-й концертный сезон, у нас 55-й международный музыкальный фестиваль. Это тоже огромное событие, я считаю, что так для нашего города, региона, потому что история полувековая, традиции были заложены нашими предшественниками, людьми в мире искусства, музыки, которые пронесли это, и мы эту линию бережно несем со своим коллективом, со своими коллегами, я считаю, что это очень важно, и, конечно же, в большой поддержке только регионального правительства и федерального правительства. Почему? Потому что не секрет, многие программы, именно фестивали «Мир эпох и имена» происходят именно при поддержке и федерального центра, и, конечно же, правительства Ульяновской области. Без этого невозможно. Ну, по звездам вы сказали, и до Нового года. Можно как-то поподробнее остановиться? Какие концерты будут все-таки? Вы знаете, я хотела очень подробно сказать, но кто-то скажет, уважаемая, вы не забыли про джаз? Нет, мы не забыли про джаз, поэтому, если по именам, то, конечно, это Даниил Крамор, который уже достаточно часто бывает здесь, и я думаю, что город его очень любит. Он всегда изыскан в своем выборе, и поэтому каждый раз его приезд происходит все время с какими-то новыми тоже открытиями, не только для слушателей, горожан, но и для самих музыкантов, которые живут в Ульяновске. Потому что музыканты у нас очень любят играть в джаз, и мы очень хорошо понимаем, что те музыканты, которые сегодня путешествуют и гастролируют по всему миру с Крамором и приезжают и работают на сцене, на наших сценах, в частности, Дома музыки и Ленинского мемориала, это действительно высочайший уровень. Поэтому, если говорить о джазовой музыке, то один исполнитель – это будет Даниил Крамор. Если говорить о ближайшее время, то я думаю, что в год у нас проходит 800 концертов. Останавливаться с уважением на каждом концерте будем. Почему? Потому что каждую программу мы стараемся сопровождать пресс-релизом, анонсами и, конечно же, какими-то пресс-конференциями, связанными с приездом тех или иных исполнителей. Но особо мне бы хотелось, конечно, сказать, что в этом году у нас интересное событие, в декабре – это юбилей Государственного духового оркестра «Держава». Хотелось бы сказать, что, выезжая в Москву и встречаясь с директорами музеев и филармонии, мы провели переговоры с Земфирой Трегуловой. Я говорю сейчас о руководителе Третьяковской галереи. Мы проговорили с ней замечательный проект, я думаю, что он в силе. И мы планируем сюда приезд одной картины Третьяковской галереи, а именно той картины, откуда началась история самой Третьяковской галереи, это наш художник Худяков, и хор Третьяковской галереи, который готовит сейчас программу под фестиваль. Фестиваль мы планируем, несмотря на то, что это фестиваль классической музыки, все-таки следующий год – это 2017 год, и интересные события, которые будут связаны вообще во всем концертном сезоне, и в частности в фестивале, они будут так или иначе связаны со столетиям нашей русской Великой революции. Поэтому вот этот взгляд со стороны, со стороны прежде всего исторический взгляд с разных сторон, самое главное – дать этот аспект для того, чтобы человек для себя открыл, что такое революция, почему она происходит, и что в ней было такого, почему сейчас у нас иногда общество разделяется на белое и красное. И мы говорим о том, что вот есть одна сторона медали, есть и другая сторона медали, поэтому все события, они достаточно продуманы были политиками, и их действия были в какой-то степени оправданы, а где-то несли за собой большое зло. И вот это наша задача, что и в музыке, что и в музейной выставочной, действительно, в экспозиционной деятельности. А гастроли нашего симфонического оркестра, там других оркестров державы тоже будут в этом сезоне? Вы знаете, вот мы с вами сегодня прекрасно беседуем, сейчас идет подготовка духового оркестра, и буквально через несколько дней они выезжают в город Сызрань, там пройдет международный фестиваль, где организаторами стали соучредителями именно французский дирижер духового оркестра, я думаю, что вот эта вот встреча будет очень интересная, и мы планируем пригласить его к нам как раз на юбилей нашего оркестра, поэтому в ближайшее время мы планируем на Тольятти. Что касается по России, то здесь есть договоренность непосредственно с директорами филармонии, тогда, когда филармонии обмениваются своими творческими коллективами, поэтому сегодня мы достаточно так в плотном графике общаемся и ведем переговоры, чтобы народный оркестр у нас отработал, дал программу очень интересную в таких городах, как Рязань, разговаривали с Нижним Новгородом, интересная программа может быть поехать в Белгород, в Екатеринбург. Вот. Что касается зарубежных гастролей, то здесь могу сказать, что, вы знаете, какое-то время вот эта вот пауза молчания была у симфонического оркестра, и вот эта подготовка, длительная подготовка, и та гастрольная поездка, которая у нас была в Китай в 2016 году, она была с большим триумфом, об этом мы очень много говорили, и на сегодняшний день у нас есть подтверждение и приглашение о том, что в 2016 году, именно в конце 2016 года, в декабре и в январе 2017 года наш государственный коллектив, губернаторский симфонический оркестр проведет гастрольный тур в Китайскую Народную Республику. То есть это уже становится традицией. Ну, это не традиция, это хорошо спланированная, грамотная работа, в общем-то, достаточно несколько, так сказать, направлений деятельности. Маркетинговая составляющая, конечно, это художественная составляющая руководства оркестра и, конечно, исполнительская, потому что вот если в комплексе подходить всегда к любой задаче, то выстреливает удачно все. И могу точно порадовать и наших уважаемых слушателей, которые интересуются судьбой симфонического оркестра. В 2017 году мы получили приглашение в официальный гастрольный тур в Японию. — Солидно. Ну, вы уже коснулись темы органа, но вы сказали про новый орган. А что будет со старым? Сейчас, наверное, в Ульянском доме музыки идет ремонт вообще, да? Мы сейчас находимся в таком переходном периоде. Очень много мы тоже говорили, писали о том, что планируется вестись ремонтные работы. Сейчас мы в плановом режиме выезжаем из здания, размещаем коллективы. Это достаточно сложно, потому что все-таки 300 человек персонала филармонии на сегодняшний день должен каким-то образом, так сказать, раствориться на территории города. Поэтому это действительно сложно. Параллельно с этим прошли работы по проектной документации и в том числе проектная документация по саркофагу, потому что стоимость нашего удивительного инструмента и необычного инструмента — 2 миллиона долларов. И чтобы его сохранить в том звучании, которое его сохраняет, его главный организм нашего города — Александр Николаевич Титов, для этого требуется очень-очень многого. Поэтому мы приглашали специалистов. Приезжал профессор Данил Зарецкий из Санкт-Петербурга. Мы провели переговоры, потому что здесь должен быть климат-контроль, проветривание и все-все-все, чтобы был температурный режим, связанный с тем, чтобы орган не был поврежден, и вот эта пыля непроницаемость. Поэтому это достаточно такой серьезный подход. И, в общем-то, в этом мы сейчас и находимся. Что касается самого ремонта, если говорить о сроках, я думаю, что это такой праздный, интересный вопрос, то, в принципе, я думаю, что ремонт должен пойти в несколько этапов. Почему? Потому что параллельно с укреплением склона мы говорим о том, что у нас будет сейчас укрепление фундамента, потому что проектные работы прошли, и было определено, что здание строилось качественно, строилось грамотно, и вот это движение почты ни в коем случае как-то не повредило наше здание в плане того, что движение. Но подводные воды, они действительно существуют в Симбирске, в Ульяновске, и они никак не могли, конечно, не нанести какой-то свой определенный вред нашему зданию, а все-таки зданию уже более 105 лет, и поэтому основа будет, конечно, усиление фундамента. И дальше будет, я могу сказать так, что восстановление, восстановление, конечно, того красивейшего образа, вот именно памятника культурного наследия, это горожане, наши гости города прекрасного будут видеть долгое-долгое время. Поэтому мы будем ждать этого события, его нельзя торопить, оно будет идти в плановом режиме, под контролем, конечно же. Почему? Потому что, если говорить, что мы являемся заказчиками филармонии, но филармония – это концертная организация, поэтому было принято грамотное решение правительством Ульяновской области, у нас есть организация, которая сопровождает и проектные работы, и будет сопровождать и ремонтные работы, это областной заказчик, поэтому в каком-то плане мы находимся, так сказать, в партнерстве, и для нас это очень важно, потому что это специалисты, это грамотные градостроители, прежде всего, которые и будут наблюдать за всем, вот по всеми этапами развития наших событий. А как будет выглядеть здание уже в окончательном таком варианте после ремонта? Вы знаете, я хочу вам сказать, что внутри здания, вот все-таки вот в этот вековой период, оно действительно изменилось. Почему? Потому что многое было перестроено, перестраивался концертный зал, он, к сожалению, потерял высоту, что тоже не сказывается таким тяжелым каким-то давящим моментом для звука, для акустики. Вот это будет восстановлено. Что касается внешнего облика, то внешний облик, он, здание просто претерпело климатические изменения, и, в общем-то, это видно, но его не перестраивали, его не насаждали внешними дополнительными постройками, что, в общем-то, не повлекло за собой какое-то изменение зрительное. Поэтому, если мы сейчас посмотрим на фотографии именно 100-летней давности, и мы очень любим, мы многие абонементы всегда ставили фотографию до того времени. Почему? Потому что это очень как-то дорого. И оно ничем не отличается. А по количеству мест будет больше или меньше? А количество мест, оно, вы знаете, я хочу сказать, что и говорила вам сейчас о том, что оно было изменено, этот зал немножко претерпел изменения, потому что мы же знаем, что там была и фабрика, и многое, что там происходило, поэтому, так или иначе, концертный зал был искусственно увеличен. Наша задача сейчас все-таки вернуться в старые чертежи, они существуют. Мы хотели бы и обязаны пройти все инстанции, потому что существуют и никуда от этого не денешься пожарные минимумы, когда то количество людей, которое должно находиться в здании для эвакуационных выходов, должно соответствовать действительности. Поэтому, если в последнее время мы принимали порядком 380 человек, то сейчас это немного уменьшится. Это будет такой камерный органный зал. — Ну, вы сказали, что людей вы разместили по городу. — Исполнителей. — Да. — Исполнителей. Вы знаете, могу сказать следующее, что для меня было важно, как руководителя и в общественности, и прежде всего перед коллективом Ленинского мемориала, сказать следующее, что филармония, она не переезжает или перемещается плавно с одного здания в другое здание. Филармония, она, в общем-то, временно сейчас, пока должна действительно раствориться по городу. Почему? Потому что все коллективы филармонические невозможно разместить на территории Ленинского мемориала. Ленинский мемориал — грандиозное сооружение советской эпохи, но оно не обладает тем количеством классов инструментальных, прежде всего классов, офисов. Но все-таки было построено все равно для другого. Это действительно большой концертный зал, это огромный музейный комплекс прежде всего. Поэтому симфонический оркестр, который уже более 45 лет репетирует на сцене Ленинского мемориала, это является его основной базой, это его родной дом, сцена, большая сцена. Поэтому мы говорим о том, что оркестр, как и был, он так и находится в Ленинском мемориале. Что касается духового оркестра, то я считаю, что мы удачно перевели переговоры, провели с руководителем Дома офицеров, и нам пошли навстречу командование. И мы планируем 3 сентября, как бы так, очень в такую дату, 2 сентября у нас окончание Второй мировой войны, и мы хотели бы подписать такое соглашение о сотрудничестве, духовой оркестр в Доме офицеров. Это будет репетиционная база у нас. А все концерты будут, конечно, проходить на территории Ленинского мемориала. Что касается народного оркестра, я думаю, что здесь мы тоже выйдем из положения, и уже так немного переформатируем фойе, и будет это очень красивый камерный зал, где будет стоять рояль. Небольшое концертное фойе, все-таки у нас есть помещение в фойе, которое можно очень хорошо преподнести для слушателей, где будет приятно прийти, создать атмосферу не только звука, но и атмосферы, как в вашей студии, красиво и уютно. Спасибо. Ну, давайте вернемся к сезону. Всех сейчас интересует, а повысится ли цена билетов? Это интересно тем, кто постоянно ходит. Да, вы знаете, если посмотреть по, значит, можно брать разную статистику, статистику повышения цен корзина в магазине или ценовая политика, в общем-то, другие товары, то мы можем с вами как-то наблюдать такой естественный-неестественный рост. А что касается концертной деятельности, то мы прежде всего работаем и предназначены нести культуру. Ну, вот культура в массы, можно по-разному говорить, но вы знаете, сегодня и всегда программы Ульяновского дома музыки, филармонии выстраивались таким образом, чтобы они, в общем-то, были доступны. И, посмотрев сейчас все со стороны, мы, наоборот, снизили ценовую категорию для того, чтобы сделать доступно. Действительно. Почему? Потому что сегодня человек стоит перед выбором. Перед выбором первое, что купить естественным образом, кормить семью, второе, мы понимаем, что это, конечно, наши дети, которые вокруг нас, и взрослые наши родители, которых все равно нужно помогать, обеспечивать. Ну, и уже идет потом, как бы, дополнительно что-то. Поэтому, на мой взгляд, и мы это приняли коллегиально, что ценовая политика немного будет снижена, так существенно, и мы вводим еще и дневные концерты как раз для слушателей более вот такого старшего возраста, люди, которые, во-первых, было неудобно ходить очень вечером, особенно, когда у нас часовой поезд, и мы говорим о том, что уже осенне-зимний период у нас достаточно темно, вот, поэтому мы ввели такой вот дневный концерт. Я думаю, что это очень будет интересно. К нам огромное количество, я думаю, так же, как и во все культурные учреждения, обращаются разные общества, фонды с тем, что предоставить билеты бесплатно. Мы этим всегда занимались. Понятно, что есть квота определенная. Сейчас мы просто квоту расширим, и как раз и дневные концерты будут открыты для еще и для такой категории людей. Что касается вообще скидок и того, что существовало, скидки, они были и есть. Они есть у нас для пенсионного возраста, там, 30%, а что касается, 20%, прошу прощения, а что касается с ограниченными возможностями людей, то был как вход свободен, вот так и остался свободен. Это безоговорочно, и люди, которые сопровождают. Так, акция, которая у нас была, и она пользовалась популярностью, но не все могли, как бы, всегда меня спрашивали и понять ее, так а что же за этим стоит? Потому что, ну, людей, может быть, действительно где-то когда-то кто-то кого-то обижает в плане того, что если говорят скидки, значит, в этот момент что-то происходит. У нас действительно существовала очень интересная акция, возьми с собой, значит, семейный такой поход, тогда, когда родитель покупает билет, номиналом, который существует в кассе, 200, 300, 400 рублей, и если с ним идет ребенок до 14 лет, ребенок идет за 1 рубль. Это хорошая, на мой взгляд, практика, которая будет наверняка услышана и по всей России, потому что коллеги, мои коллеги-директора, они настолько удивились и сказали, вы знаете, а ведь это правда здорово на самом деле, ведь не знаешь, где потеряешь и где приобретешь. На сегодняшний день эта акция только лишь для того, чтобы то поколение, которое, может быть, было потеряно, но те дети, которые сегодня, сейчас приходят вместе с нами, вместе с вами, дорогие слушатели, к нам на концерт, они воспитываются, они становятся лучше, добрее, не знаю, счастливее. То есть эта акция придумана у нас? Это акция Ульяновского дома музыки. Да. Поэтому мы всех ждем, нет никаких ограничений. А абонементы, они также по-прежнему будут работать, вы уже сказали, а ярмарка абонементов? Вы знаете, мы провели две ярмарки, они достаточно активно прошли. Действительно, у нас есть постоянные слушатели, которые стараются поймать вот тот момент, когда во время ярмарки действительно реально опускаются цены. Что касается абонемента на сегодняшний день, это действительно хорошо придуманная форма, которая уже с 1956 года в Америке хорошо применялась, и она существует до сих пор по всей Европе, потому что это действительно удобно, когда ты реально понимаешь, что пять концертов в абонементе стоит порой одного концерта, одного похода на какое-либо мероприятие. Поэтому мы решили повторить ярмарку, и 26-27 августа мы хотели бы провести последнюю ярмарку, где будет представлена специальная ценовая политика. Мы в прошлом году открыли удивительный, на мой взгляд, проект «Музыка нового города», где симфонический оркестр раз в месяц выступал на сцене красивого ДК, отремонтированного ДК «Руслан». Эту практику мы оставляем, и поэтому ярмарка и для жителей нового города будет… Предполагается, что… Да, мы в сентябре проводим… Помните, какого числа? 9-10-й год. Проводим ярмарку в новом городе. Это удобно как раз для новгородцев. Абсолютно точно, да. Они достаточно активные жители, поэтому не пропускают и свои концерты, потому что концерты в новом городе, как в прошлом сезоне, так и в этом сезоне, они не повторяются с концертами центральной части. И вот идея о том, что люди из центральной части поедут в Заволжье, она, в общем-то, у нас получилась, когда с одного берега на другой. Поэтому этот год и следующий год, 17-е имена, мир эпоха имена в 17-м году у нас будет, как раз мы наметили выступление известного джазового музыканта Соединенных Штатов Америки с Академик Бэнд именно на сцене Декар-Услан. Это необычно, но я думаю, что билеты будут проданы очень-очень-очень быстро. — Лидия Геннадьевна, вы уже почти полгода руководите не только филармонией нашей, но и Ленинским мемориалом. Вот что предполагает вот это объединение двух крупных культурных учреждений? Вы знаете, это такое серьезное решение, прежде всего, конечно, было для правительства. Мы долго говорили об этом, обсуждали и с коллективами, и разговаривали с Татьяной Александровной, Ившиной. Самое главное в этом объединении не потерять основу деятельности, которая была заложена годами историей, историей двух учреждений. Поэтому, если мы говорим о филармонии и говорим о Ленинском мемориале, то прежде всего, это два основных направления деятельности. Первая деятельность — это концертная деятельность основная, и вторая деятельность — это музейная деятельность. Вот две основы, они как развивались и составляли культурную такую базис, такую доминанту для города, так и будет существовать, и мы будем это активно очень продвигать. Сегодня, объединившись в единый творческий коллектив, усиливая его и давая возможность общения, потому что, если говорить по количественному составу, то, да, это 540 штатных единиц. Это действительно огромное учреждение, но в рамках, может быть, если в сравнении с той же филармонией. Что касается персонала творческого, то филармония — это в основном весь творческий персонал. Если касается мемцентра, то мы должны понимать, что у Ленинского мемориала музейного комплекса, как мы его сейчас все-таки хотели бы продвигать, потому что те музеи, которые находятся не просто на территории Ленинского мемориала, но и на улице Ленина, прекраснейший дом музея Ленина, мы говорим о том, что это действительно комплекс, связанный с жизнью, историей семьи Ульяновых. В Ленинский мемориал в основном это технический персонал, то есть это действительно огромный штат людей, который поддерживает жизнеобеспечение огромного здания. Это действительно такое огромное предприятие. Что касается научных сотрудников музейных, их не очень много, и вот здесь самое главное объединить, объединиться и внутри музейного сообщества, и с творческой составляющей, и продвигать то, что, в общем-то, любят в городе, и поэтому сегодня те уже акции, которые мы активно внедряем, и вот наша, мне кажется, удачная программа, такая с красивым названием «Лето с Ленинским мемориалом», «Лето 2016 с Ленинским мемориалом», вот те программы, которые были представлены, во-первых, мы показали, насколько красиво вокруг Ленинского мемориала, какая красота, а это общая тенденция, и Ленинский мемориал лишь вошел в эту красивую составляющую, которая, в принципе, вообще существует в центре города. Поэтому мы как-то в единой стилистике находимся и радуемся, что, правда, в городе у нас очень красиво, и та наша красавица-река, она сейчас лишь становится уже дополнением к тому, что у нас так активно, в общем-то, развивается, и поэтому те площадки, которые работали и до сих пор работают на территории Ленинского мемориала, связаны и с музыкой, и связаны и с новыми продвижениями, мы говорим о том, что новые форматы рок-музыкантов, мы говорим о том, что у нас танцевальная площадка, и активно люди танцуют танго, и занимаются йогой, и аэробикой, и, я не знаю, мы говорим, что у нас какие-то творческие инсталляции происходят. Там много всего у вас сейчас. Много всего. Мы открыли аллею пионеров, и тоже любимое место многих людей, и в том числе и сотрудников. Почему? Потому что так складывается, что здание мем-центра, оно, в общем-то, открытое, открытое еще и в таком визуальном плане, в том, что ты, если находишься на территории Ленинского мемориала, то ты видишь, в общем-то, вокруг все, что происходит. И с одной стороны, с восточной, с северной, с южной, поэтому все это открытое видно, как не только огромное количество людей, и туристов, которые приезжают к нам в город, я смотрю, что наши сотрудники со своими семьями приходят, отдыхают, слушают, смотрят. И это действительно, правда, симпатично, красиво. — Лидия Геннадьевна, ну, вы прежде всего профессиональный музыкант. У вас звание доцента. Вот ваша, наверное, вот эти вот, ваша должность, наверное, свела к нулю вот эту творческую деятельность. Хотелось бы вас снова увидеть на сцене. Будет ли это когда-нибудь? — Я хотела бы вам сказать, что не обладая творческой жилкой, не обладая каким-то, в общем-то, базовым, наверное, творческим образованием, было бы сложно, конечно, вокруг себя собирать команду таких же людей творческих, которые горят, творят, и многое-много, что хотят на сегодняшний день сделать, в общем-то, и для города, и для региона. И в частности, мы говорим о том, что регион — это часть России, большая часть России. Вот. Поэтому всё, что связано с творчеством, оно проходит через моё сердце, через мою душу. Поэтому и программы, которые выстраиваются, и подход к этим программам имеется в виду не по содержанию программам, что там находится в программе, а именно программность развития всего учреждения, оно прежде всего, конечно, складывается из двух составляющих. Это, конечно, экономика и творческое, очень творческое начало. Поэтому на сегодняшний день могу сказать о том, что, если касается лично меня, как исполнителя, то, конечно, ты находишься всегда на таком острие, когда ты хочешь просто вот прям раз и уже находиться на сцене, потому что достаточно много, наверное, много времени, можно так сказать, из жизни отдано сердце, любви к своей любимой профессии, вот, поэтому когда я нахожусь в зал, если слышу аплодисменты, вот эти аплодисменты, я настолько радуюсь. Почему? Потому что ты, когда их слышишь со сцены, это немножко по-другому звучит, нежели ты их, когда слышишь из зрительного зала. Поэтому, если так наступит какое-то время, я думаю, что, понимаете, как человек может может быть утратить какие-то навыки, может утратить, если он уходит от своей деятельности. Поэтому, если ты находишься внутри событийности, если ты действительно здесь в профессии, то ты возьмешь и пойдешь, и этот твой хлеб, который у тебя никто никогда не отнимет в любом случае. Вот, поэтому здесь нет каких-то разочарований, потому что ты имеешь возможность все время продвигая коллективы, продвигая их творчество, продвигать то, что называется большим делом, которому ты посвящаешь свою жизнь и многое-многое. Собирая людей вокруг себя, собирая вокруг себя талантливых молодых людей, прежде всего основа в понимании и взаимосвязи с поколениями. Почему? Потому что филармония на сегодняшний день и 73 года, и мы знаем, что у нас есть целые династии, творческие династии, которые тоже из поколения в поколение приносили ту культуру, те традиции, которые закладываются. Поэтому основа всего ты берешь вокруг себя именно молодых, молодых, которые уже пришли после тебя и после, после тебя, и обязательно, чтобы это было то поколение профессоров, любителей, не просто поговорить, а именно люди, которые отдали огромное количество сил и времени и умения исполнителей, которые сейчас и вот только в этой взаимосвязи существует то, что сегодня есть Ульяновская филармония, Ульяновский дом музыки, и, я надеюсь, Ленинский мемориал, потому что это действительно здание, это жизнь, целая жизнь огромного тоже поколения советской эпохи, советской истории, и сегодня так важно говорить о том, что у нас действительно уникальный музей, уникальные собрания фондов и библиотеки, которые мало кто знает, мы сейчас будем оцифровывать, мы действительно готовим достаточно интересные программы, и в скором времени вы увидите абонементы не только вот в плане музыкального, а именно абонементы, которые будут связаны именно с музейной деятельностью, и если мы говорим, что же вы будете, придете, будете играть в музей, нет, мы не придем и не будем играть в музеи, потому что музей занимается своей деятельностью, а филармония занимается своей деятельностью, самое главное не мешать развивать, и если это необходимо, дополнять то, что сегодня можно воздействовать, а мы по-другому не можем говорить о том, что если люди приходят, то мы действительно воздействуем на них и через слух, через взгляд, через какую-то энергетику, которая идет не только от исполнителя, но и от экскурсовода, когда экскурсовод ведет экскурсию, это тоже завораживает, и вы не будете спорить со мной, потому что это правда, это люди настолько любят свою профессию, любят то, что их окружает, поэтому это подкупает, и это нужно только поддерживать и продвигать. Спасибо большое, что вы пришли к нам, ну, до новых встреч, так можно сказать. Спасибо. До свидания. Редактор субтитров А.Семкин